Здравствуйте! Сейчас кое-что о связи кризиса с климатом. Вообще, естественно, в последнее время я говорю в основном об экономическом кризисе, который уже в достаточной степени заметен и, несомненно, в ближайшее время будет развиваться достаточно стремительно. Говорю я об этом в основном потому, что вообще у кого что болит, тот о том и говорит. Более того, я уже слышал немало нареканий по поводу того, что выступаю на ресурсе, ориентированном прежде всего на информацию и ее обработку, с разговорами о чистой экономике. Ну, что я могу сказать? Все-таки экономика – это базис, который определяет деятельность всех надстроек, в том числе и чисто информационных. Но то, чего я хочу коснуться сейчас, это в значительной степени как раз информационная проблема. Проблема ложной информации. Все мы уже не один год слышим панические разговоры о том, что глобальное потепление – это следствие чрезмерной промышленной активности человека вообще и повышение концентрации так называемых парниковых газов, прежде всего углекислоты в частности. Эту теорию вообще-то сочинили нефтяники, когда в период очередного понижения цен сырья, в том числе и нефти, хотели потеснить угольщиков на рынке энергоресурсов для так называемой большой энергетики. То есть прежде всего для электростанций, для нужд отопления и так далее. Теория эта была опровергнута еще век назад. Знаменитый американский физик-экспериментатор Роберт Вуд Теплоотвод сперва теоретически доказал, а потом в прямом эксперименте показал, что теплоотвод от поверхности Земли определяется почти исключительно конвекцией и в какой-то мере испарением влаги, что поверхность слишком холодна, чтобы излучение от нее играло хоть какую-то роль. И, соответственно, так называемые парниковые газы, то есть те, которые поглощают инфракрасное излучение, ни в коей мере не влияют на теплоотвод от земной поверхности. Более того, они как раз способствуют ее охлаждению, поскольку пропускают к Земле меньше инфракрасного излучения из всего потока, падающего от Солнца, и этот эффект сказывается значительно больше, чем могло бы повлиять на температуру Земли торможение того инфракрасного излучения, в которое может преобразоваться поглощенное Землей солнечное излучение. Но это отдельная тема. Не буду сейчас вдаваться в излишние подробности, достаточно просто, чтобы вы приняли к сведению. Теория парникового эффекта в качестве причины нагрева земной поверхности – это заведомая, целенаправленная и злонамеренная ложь. Отчего же эту ложь распространяют? Прежде всего, от того, что эта теория предусматривает вполне конкретные рецепты реорганизации экономики в целом и промышленности в частности. Осуществить эти рецепты под силу только нескольким очень богатым странам. Если им удастся заставить бедные страны присоединиться к этому проекту, те просто не смогут реорганизоваться и будут вынуждены заблокировать все развитие своей промышленности. Таким образом, легенда о парниковом эффекте избавляет некоторые богатейшие страны мира от возможной конкуренции на многие десятки лет вперед. За такую цену можно и Нобелевский комитет заставить выдать премию. Как вы знаете, в 2007 году Нобелевская премия мира присуждена бывшему американскому вице-президенту Альберту Гору и некоему околонаучному комитету за пропаганду концепции парникового эффекта. То есть, это уже, по меньшей мере, информационная война. Ну, а при чем тут нынешний кризис? Премногом. Во-первых, пропаганда парникового эффекта – это еще и способ перевалить немалую часть тягот кризиса на развивающиеся страны. Я не удивлюсь, если в ближайшее время, под предлогом того, что китайская промышленность грязнее американской и западноевропейской, выбрасывает больше углекислоты, начнется обратный перевод заказов из Китая в старые промышленные страны. Благо, кризис снизит цену рабочей силы в этих странах и, соответственно, появится возможность вести промышленные работы с выгодой и в них. А кроме того, кризис – это еще и существенное сокращение объемов промышленного производства вообще и энергетики вообще. И, следовательно, в ближайшее время выброс углекислоты в атмосферу заметно сократится по всему миру в целом. Ну, а глобальное потепление, естественно, никуда не денется, поскольку фактически-то его порождают совершенно иные причины, не имеющие ничего общего с промышленной активностью человека. И, следовательно, в ближайшие годы нам предстоит стать свидетелями очередной информационной войны, призванной объяснить, почему все-таки концентрация углекислоты в атмосфере сокращается, а глобальное потепление никуда не уходит. Я заранее предвкушаю основные направления лжи участников этой информационной войны. Ну, понятно, они будут ссылаться прежде всего на большую инерцию процессов на Земле, не замечая, что тем самым вступают в противоречие с основным своим тезисом о том, что масштабы деятельности человека уже сейчас таковы, чтобы быстро и очевидным образом сказываться на глобальном климате. Ну, я не сомневаюсь, что в интернете вы в ближайшее время найдете еще очень много лжи на эту тему. Поэтому надеюсь, что вы придете ко мне уж хотя бы потому, что я стараюсь говорить вам правду. Насколько это у меня выходит, не мне судить, но, по крайней мере, я говорю вам то, во что сам верю. Поэтому, поблагодарив вас в очередной раз за внимание, с которым вы меня выслушали, в очередной же раз надеюсь, что вы придете ко мне еще. До свидания.